Всем привет в своем мистере. Погибаю, но не сдаюсь. Какие народы России не сдавались в плен? Гвардия погибает, но не сдается. Так пытался спасти честь своих солдат наполеоновский генерал Пьер Камброн после поражения под Ватерлоу. В отличие от французов, русские всегда воевали по этому принципу и побеждали. Эта история случилась в Черном море во времена войны с Турцией в 1829 году. В проливе Босфор три корабля императорского флота наткнулись на турецкий флот. Два сумели уйти от неприятеля, а Бриг и Меркурий отстал. Капитан Брига Александр Казарский и офицеры постановили принять неравный бой, а потом взорвать Бриг. Матросы поддержали командиров. Меркурий вступил в бой, имея 20 пушек против 170 пушек противника. Русские дрались так ожесточенно, что турки были обездвижены и не могли сражаться. Мистика заключалась в том, что на турецком Бриге находился капитан второго ранга Семен Стройников, который за два дня до событий на фрегате Рафаил сдался туркам в плен. Император Николай I, узнав об этом, произнес слова «Русские не сдаются» и приказал отбить от турка Рафаила сжечь. Воля Николая была исполнена. Фрегат был уничтожен в бою. В 1903 году за два года до подвига крейсера «Варяга» в боевом своде морского министерства появился новый сигнал. Погибаю, но не сдаюсь. Тувинцы. Черная смерть. Так немцы называли «тувинских солдат». Маленькая ТВ сама объявила войну Германии. 8000 добровольцев пошли на фронт. Даже при явном превосходстве немцев, тувинцы стояли насмерть. У деревни Сурмича 10 пулеметчиков-тувинцев во главе со своим командиром Дангур к изылам погибли, но не сдались. Два тувинца стали героями. 5500 ветеранов получили ордена и медали. Осетина. Жители Осетии всегда чтили за вид дедов. Если есть оружие, сдаться позор для руда. Осетина героя, каких мало, дай мне их больше, писал великий князь Николай Кавказ в 1877 году. Владикавказский полк, который был комплектован одними лишь осетинами, он русско-японскую покрыл себя неувидаемой славой. Плен пугает осетин сильнее смерти, вспоминали очевидцы в Первой мировой войне. В 1916 году дивизион осетин был окружен австрийцами. Им предлагали сдаться, но осетины запили дедовскую боевую песню, которую исполняют час смерти. Кинулись на врага, поврагая его в ужас, и вернулись к своим. Флон Блармберг в 19 веке так писал о горцах. Когда они видят, что окружены, то дорого дают свою жизнь, не сдаваясь в плен. Отряды медведов клялись на гора не умирать, но не сдаваться. Отчаянными бойцами были кабардинцы и балкарцы, которые служили в горских сотнях терско-кубанского конного полка. Во время русско-японской войны многие горцы были награждены за подвиги медалями и орденами. В плен не сдаются и в пленах не берут. Так говорили о кавалеристах дикой дивизии, которая состояла из шести полков. Кабардинского, Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского, Ингушского. Доблесть и умение сражаться до конца – вот за что в царскую армию уважали трукменов. Они проявляли воинское мастерство и доблесть. Один против наших пятерых бьется, но и не сдается никогда. Трукмены оставались верны к Лятве. Не было у них худшего преступления, чем изменить своим. Генерал-губернатор Туркестана Николай Грдеков писал, будь у них дисциплина, из них вышла бы самая грузная кавалерия – адыги. В советское время слова «русские не сдаются» стали известны после того, как в начале войны кавказский поэт-адыг погиб на Украине. Защищая своих товарищей. Попав в окружение на предложение с «дай семь рус», он воскликнул. «Русские не сдаются» и взорвал себе, уничтожив 30 немецких солдат. Когда информация о подвиге мужественного адыга попала в газету, фраза «русские не сдаются» стала вдохновлять на подвиги многих солдат многих национальностей. Владимирал Кацкий СКУЛЬСКИ Продолжение следует...